Сразу несколько призовых мест. В престижном конкурсе «Российский берег» Победный май завоевали чтецы из Нарьинмара. Лучших выявляли в онлайн-формате. Ребята получили высокую оценку профессионального жюри. Для талантов нет ограничений, и в этом убедилась наша съемочная группа. Слово Любови Пермяковой. Ведь вновь меня не подвела. Ты пахнешь детством, розовое мыло. Как позабыть об этом я могла? Молодой специалист этнокультурного центра Полина Валей декламирует стихотворение «Розовое мыло» Ольги Фокиной. Это история о женщине, которая находит кусочек мыла, напомнившей события ее военного детства. Прочтение именно этого произведения принесло девушке победу в конкурсе «Российский берег. Победный май». Его мне подобрала Светлана Игнатьевна. Еще в прошлом году, в преддверии 75-летия юбилейного года Великой Отечественной войны, она предлагала мне стихотворение по этой тематике, чтобы потом можно было выступать на мероприятиях. Но так как мероприятий по итогу из-за ситуации не возникло, мы решили, что на конкурсах правильно по стихотворению. Среди участников номинации «Художественное слово» лучшим стал и Артем Долгобородов. Молодой талантливый житель Наринмара обрел известность благодаря выступлению в программе «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». Также он выступал на Красной площади в суперфинале конкурса «Живая классика». Серебро в номинации «Чтецов» взяли сразу трое ребят из Ненецкого округа. Среди них Александр Найда. Произведение у нас было уже готово к этому моменту, потому что мы его представляли в телевизоре на конкурсе. Это победное произведение, в том плане, что с ним мы заняли первое место. И это Михаил Светлов, произведение «Итальянец». В зависимости от настроения, которое ты рассказываешь, ты можешь изменить сам посыл этого произведения. В нем рассказывается о солдате, советском солдате, который убил молодого парня. Высокие оценки жюри на конкурсе «Российские берега. Победный май» ребята получили благодаря таланту и, конечно, тщательной подготовке. Занималась чтецами руководитель театра-студии «Остров» этнокультурного центра Светлана Горностай. Во-первых, это дает, естественно, копилка еще и в портфолио получается, грамота, да, вот, хорошего уровня. Это первое. А второе, что всегда есть к чему стремиться. Они же сами помогают. То есть, что-то я там предлагаю, да, они сами смотрят, сами выбирают. То есть, это личностный рост и это, естественно, уровень их интеллекта. Кроме того, в номинации «Вокальное искусство» лауреатом второй степени стала Галина Дуркина, руководитель Телевисочного социально-культурного центра «Престиж». Международный онлайн-конкурс «Российский берег. Победный май», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был организован в рамках национального проекта «Культура». В нем участвовали профессиональные и любительские коллективы и исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.